В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня – невидимый убийца. В запертом гараже одного из рязанских кооперативов найдены тела двух молодых людей. Предварительная причина – отравление угарным газом. Таксисты под прицелом. Автоинспекторы поголовно проверяют всех шашечками. Кукольный этнос. Скопинская мастерица Марина Бондарева шьет одежду 16 и 17 века. Резонансное чрезвычайное происшествие на улице Костачева. В одном из гаражных кооперативов обнаружены тела двух молодых людей – парня и девушки. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Валерий Седов подробнее. Тела двух молодых людей обнаружили в одном из гаражных кооперативов. В настоящий момент следователи фамилии погибших не сообщают. Известен только их возраст. Итак, двое молодых людей, девушка 17 лет и ее 23-летний знакомый заснули в салоне авто в закрытом гараже. Их тела нашли 25 января. Следователям назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти потерпевших. Проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Предположительно, смерть наступила из-за отравления выхлопными газами. Случай этот не уникален даже для этого года. Так, 25 января в Волгоградской области от выхлопных газов погибло 6 человек. Они отравились в теплице. В начале года в поселке Адамов Каренбургской области четверо парней погибло в заведенном автомобиле. Декабрь – 10 пострадавших в Намском районе Якутии. Причина все та же. Поэтому главная рекомендация специалистов одна – не включать двигатель машины в закрытом гараже. А если включили, лучше держите двери открытыми. Угарный газ действует незаметно. И намеренно заблокированные окна в авто – первый шаг к трагедии. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Десятки нарушений и всего несколько штрафов. Вот итоги совместного рейда ГИБДД и Минтранса. В Рязани под особый контроль взяли все автомобили с шашечками. Насколько законопослушны таксисты, расскажем далее. Сегодня для таксистов день особенный. В городе совместный рейд регионального Минтранса и ГИБДД. Машины с шашечками в зоне особого внимания. Автоинспекторы проверяют у них наличие лицензии, смотрят, есть ли необходима информация для пассажиров в салоне. Уделяется внимание и атрибутике на авто. По законодательству она быть должна. По вине водителей, имеющих разрешение на осуществление перевозок людей в такси в Вязанской области, в прошедшем году было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек пострадали. К водителям такси и к самим транспортным средствам предъявляются особые требования и по техническому состоянию, и по навыкам водителей. В этот раз нарушителей немного. С начала года выявили всего 4 факта незаконной предпринимательской деятельности. И это при официально выданных в Рязани области почти 2000 разрешений на перевозку людей. Однако количество самих перевозчиков сократилось со 104 до 78. Возможно, остались только лучшие. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Только с начала 2022 года в архив кадастровой палаты Рязанской области поступило более 9000 оригиналов документов на объекты недвижимости. Сейчас они перешли в разряд невостребованных. Но шанс получить свои документы из архива Росреестра все еще велик. Более 9000 невостребованных документов. Именно столько сейчас забытых выписок, анкет и заявлений в кадастровой палате региона. Чтобы было понятно, это равносильно 18 пачкам офисной бумаги или почти 50 килограммам макулатуры. И это только с начала года. Куда девать все это добро? Здесь, конечно, знают. В архив. Но он не резиновый. По истечению 45 дней такие документы передаются в архивы офисов филиала и хранятся на постоянной основе у нас. На сегодняшний день уже порядка 41 тысячи таких документов хранится в офисах филиала и не получены гражданами. Проанализировав 2021 год, мы можем четко сказать, что всего лишь 15 процентов документов граждане забирают по итогам осуществления государственной услуги. В офисе МФЦ весь пакет документов оставляют на полтора месяца. Потом в хранилище. Для того, чтобы получить документы, уже оттуда нужно будет добавить себе бумажные работы. Как минимум, заполнить специальное заявление. Мы призываем к тому, чтобы граждане забирали свои документы, потому что это очень нужно и важно. Документы могут понадобиться в любой момент для осуществления какой-то другой сделки, для предоставления их в налоговый орган, либо в другую иную организацию. В электронном виде их нету, конечно, соответственно, они только у нас хранятся на бумажном виде, соответственно, за ними нужно прийти и забрать. Документы не уничтожаются, они постоянно хранятся, но хранятся и копятся. Документы можно забрать несколькими способами. Первый – приехать в главный офис Росреестра на Татарской 56. И в день обращения забытой бумаги вам выдадут прямо на месте. Второй способ – через подразделение кадастровой палаты Рязанской области. Также можно заказать курьерскую доставку, но все расходы будут на заявители. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». В Рязанской области серьезно выросло число эпизодов заболеваемости ОРВИ и ковидом среди детей. Ряд школ в регионе пришлось временно закрыть. Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Об этом сегодня во время видеоконференции с руководителями медицинских учреждений заявил губернатор Николай Любимов. Есть ли медикаменты в регионе и хватает ли коечного фонда? Расскажем далее. Резкий скачок числа заболевших в Рязанской области тревожит все больше. Впрочем, главный оплот борьбы с пандемией – областная клиническая больница ко вспышке инфекции готова. Пусть и говорят об этом врачи с некоторой осторожностью. Медикаментами для стационаров обеспечены в полном объеме, запас коек есть. Рост числа заболевших солидно почти на треть, но само течение болезни легкое, что как раз не позволяет паниковать. Вот сегодня буквально провели анализ. Процент пациентов, у которых заболевание протекает в средне тяжелой форме, он, к счастью, незначительный. Это порядка 10%. Поэтому надеемся, что удастся с этой ситуацией справиться именно на амбулаторном поликлиническом этапе. Больница имени Симашко в начале пандемии была в арьер-городе медицинского заслона. С коронавирусом здесь вступили в бой первыми, здесь же научились правильно с ним работать. Мы очень большое внимание уделяем сохранению медицинского коллектива в работоспособном состоянии. В связи с чем требуем строго соблюдать персоналом санитарно-пенологический режим и, конечно, мер профилактики, в частности, вакцинация. Так все сотрудники госпиталя привиты, сотрудники отдают предпочтение спутнику ВИИ. В настоящее время идет процесс ревакцинации. Считаю, что это позволило за все время работы госпиталя в легкой форме переболеть ковидом только 16 процентов сотрудников. Если со стационарными больными все под контролем, то с лечением амбулаторных не все гладко. Лекарств для них все меньше, а ждать федеральной помощи решение не самое оптимальное, заявил Николай Любимов. Региональный бюджет готов помочь финансово прямо сейчас. При таком взрывном росте заболевших лекарств может не хватить в ближайшее время уже. Поэтому нам реагировать надо тоже оперативно. Андрей Александрович сказал по поводу федеральной помощи. Нам необходимо реагировать и самим, не дожидаясь этой самой федеральной помощи. Нам сейчас нужно уже запас определенный лекарств создать. Будем тратить, если надо, областные деньги. Ничего здесь вообще абсолютно страшного нет. У нас есть тоже запас. У нас есть резервный фонд в крайнем случае. Еще одна важная тема – очереди в поликлиниках. За образец Николай Любимов предложил взять электронную систему регистрации ОКБ имени Симашко, но и все больше использовать в работе телемедицину для снижения общей нагрузки. Руководитель Скопинского этноклуба «Паневница» Марина Бондарева уже более 20 лет шьет русские народные костюмы и для себя, и для кукол. Мастерица даже открыла свою собственную выставку. Весело и этнически задорно. Так сегодня говорят скопинцы о выставке кукол и предметов в местном краеведческом музее. В зале музея настоящее разнообразие экспонатов, сделанных из самых необычных материалов. Шкатулки, ключницы, эксклюзивные бутылки и не только. Я сшила первый, самостоятельный костюм, очень им гордилась. Спустя год я поняла, что он совершенно неверный и неправильный. Мне захотелось сделать правильно. Я поехала по деревням. Вот так все и началось. Разговаривала с бабушками, искала прибаутки, прискосы, рылась по судукам, по старым сгоревшим домам, искала у знакомых, отнимала по гаражам хвостики от вышитых полотенец. И начала реставрировать, реконструировать костюм. Процесс очень не быстрый, особенно вручную. Для начала нужно найти несколько костюмов одного села, разобрать их на части или получить сундук, как вот сестера Орешкина уже во фрагментах, чтобы понимать, как была сборка, как носили. Потом я поняла, что этот процесс настолько трудоемкий, мне не охватить. И тогда Марина Бондарева решила создавать костюмы для кукол. Это те же самые копии русских народных костюмов, только в миниатюре. Кстати, мастерица еще и руководитель местечкового этноцентра «Паневницы». В своей задаче Марина видит сохранение и возрождение местных народных традиций. Все куклы – это работающие, обучающие этнографические пособия для детей, для взрослых, для людей, которые увлекаются этнографией, но хотят получать доступ к информации не книжным способом, не какими-то серьезными научными трудами, а в игровой, интерактивной форме. Так появились мастер-шоу для детей, мастер-классы для взрослых. Как говорит сама мастерица, в ее жизни начался кукольный бум. Помимо фигурок с русским колоритом, Марина Бондарева создала коллекцию кукол 19 века. Впереди новые вызовы. Правда, уходящие вглубь веков. Марина приступает к созданию серии кукол 18 и 16 века. Герман Гущин, телекомпания «Город», присодействие телеканала Верда ТВ. Для любителей астрономии этот год станет весьма приятным. Новая комета, фотографии дальнего космоса, солнечные затмения и многое другое. О том, какие космические явления ожидают нас в ближайшее время и что смогут увидеть рязанцы, расскажем далее. Январь оказался слишком облачным, поэтому наблюдение за космосом в Рязани стало практически невозможным. Но уже в феврале наши астрономы-любители проведут первые вечера так называемой тротуарной астрономии с учащимися школой из Подвязья, расположенной в Рязанском районе, где сейчас установлен компактный планетарий. Смотреть, во-первых, Луну, созвездие так называемого зимнего пятиугольника, то есть это Орион, Сириус, то есть то, что сейчас будет видно вплоть до Марта, и все то, что сопутствует этим созвездием. Это туманность Ориона газопылевая, которая прекрасно видна в телескоп и даже в небольшой бинокль. Будет видна и туманность Андромеды. Причем, если смотреть в достаточно хороший телескоп, дымка туманности будет иметь зеленоватый окрас, а с применением фотоаппарата можно увидеть и красные оттенки. Одним из ярких событий этого года может стать появление кометы, открытой в прошлом году. PanStars C2021-03 будет в зоне нашей видимости в апреле-майе этого года. Параметры ее орбиты таковы, что она достаточно близко пролетит от Земли, но это не значит, что какую-то угрозу она себе представляет. Достаточно близко то, что мы ее сможем увидеть, ну, скажем, в бинокль, в хороший бинокль, в телескоп, возможно, даже сделать какие-то фотографии. Пока точно предсказать, насколько яркой для наблюдения станет комета, нельзя. Но астрономы верят, что этот небесный объект подарит наблюдателям море эмоций. А тех, кто в этом году по тем или иным причинам не сможет увидеть космические явления воочию, ждет приятная новость. Летом этого года должны прийти снимки с нового телескопа Джеймс Уэбб. Он находится в так называемой точке Лагранжа, L2, системы Солнца-Земля. Тела Солнца-Земля и этот телескоп составляют равносторонний треугольник. То есть он находится очень далеко от Земли. Срок его службы предположительно 10 лет. И за эти 10 лет он должен выполнить огромное количество наблюдений. Это телескоп с самым большим зеркалом на орбите. Если у Хаббла диаметр зеркала, его цветоприемной части 2 метра 40 сантиметров, то у этого больше 6 метров. И причем это зеркало состоит из сегментов шестиугольников таких сот. И основная задача была, что не просто вывести его в нужную точку, но и чтобы он развернулся, собрал сам себя. Телескоп удачно вошел в работу. Теперь в сочетании со снимками с телескопа Хаббл мы сможем заглянуть за космические облака, увидеть образование звезд, рассмотреть невероятное количество деталей, которые мы никогда не видели. Благодаря спектрометру, которым оснащен Джеймс Уэбб, мы увидим экзопланеты. А ученые выяснят состав их атмосферы. Нужен ответ на главный вопрос – есть ли на них жизнь. Это станет одним из главных событий астрономии, о котором мы скоро все узнаем. Ну а снимки с Джеймс Уэбба предположительно будут в открытом доступе. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова